ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ...было в одностороннем порядке процесса. Но комментируя что-либо сегодня, я полагаю, что сложно что-либо, потому что не было никакого процесса. Было просто решение сексуального подложения в судебном заседании. Вы понимаете, тот суд, который председатель, который... Вы же, председатель, судья, который законодательный процессор, абсолютно я бы корректно вырвешать. Он узаконил в прошлом 3-е сентября приговор. Дело одного свидетеля, этот соседатель, коллеги его, Петр Курябов, там был, ему был данный отвод, и из-за того, что он не отвечает требованиям объективного справедливого суда, этот судья. Но, к сожалению, надежда на то, что будет объективное разбирательство вынесенного этого чудовищного приговора, к сожалению, шансов очень малы. Учитывая сегодняшнее состояние у нас российской судебной системы, надежды очень мало на то, что будут пересмотрены обстоятельства по делу, когда в основном приговоре положено заключение ленгитической экспертизы стоимостью почти 3 миллиона рублей, 2 миллиона 900-2 тысяч рублей, 7 копеек, было выплачено не государственным участком, который вынес нужное им заключение экспертизы. Оно положено слово приговора, и суд в мотивации выплаты этих сумм почти 3 миллиона рублей в бюджет на счет казны указало о том, что следователь не нашел государственного эксперта, который можно было бы поручить проведение этой экспертизы. И, к сожалению, суд эту сумму, огромную сумму 3 миллиона рублей, взыскал с казны России в счет этим не государственным экспертом, которые не являются по образованию жилья детами, которые не имеют определенные полномочия по проведению вот этой экспертизы, тем не менее, вывод этих экспертиз будет положено в основном приговоре. Это почти половина приговора, много листов занимает вывод этих, так называемых, экскурсов, лингвистов в городе суть, башкистов. Что еще? Что самое печальное? Суд нарушен требует ставить 10-е уголовную комиссию инспекции, согласно которому уголовный закон, который смягчает вину должного, имеет обратную силу, тем не менее, суд первой инстанции вынес приговор, применил в отношении всех осужденных норму уголовного права, которая действует после 2015 года. То есть, норма уголовного права действует с 2016 года. При том, что статья, по которой они обвинялись, предусматривала ответственность от до 10 лет, а судья усилил, вынесая вот этот приговор первой инстанции, суд усилил их ответственность и осудил их по наиболее тяжкой категории преступления. При том, что он обязан был в силу 54 инстанции, части 2, он обязан был применить закон, который включает положение осужденных. Но этого дела не было, естественно, им с врага, моему подзащитному, кстати, Рахманову, Булату, он осужден к 16 годам лишения свободы, при том, что максимальный срок наказания по той статье, в то время, когда он обвинялся, на весну 2015 года, а эта статья, санкция этой статьи, по которой он осужден, не повышала максимальный срок действия. Он осужден к 16 годам. Ситуация очень печальная. Вчера мы допоздна сидели и изучали обстоятельства дела, очень в основу приговора также положены материалы оперативно-скно-деятельности, так называемые наблюдения за этими молодыми людьми, которые проводили в Чаеките, в городе Юльпе, в Чаеките. Без всяких не было никаких оснований для проведения ОРН, поскольку не было признаков совершаемого совершенного преступления, ни к чему террористическому. Люди рассуждали о жизни и о своем месте в религии. И сначала МВД Уфы, потом передали материал ПНБ, они каким-то путем возгудили уголовное дело на основании ОРН, так называемого наблюдения, из которого видно, что люди скачаются, пьют чай, ничего, и в основу приговора также положена литература, взятая при производстве, обыска, велищии у наших доверителей. К сожалению, иначе, как политическая мотивация, я не вижу, кроме как утверждать, что это дело абсолютно политическим, материзмом характером, целью показать, имитацию борьбы этих преступностей, терроризмом. Я считаю, что приговор абсолютно должен быть отменен и должно быть атактивное, справедливое судебная расстройство этого уголовного дела. Так что должен быть отменен. Это, на моем твердом мнении, основанного материала уголовного дела. Но, к сожалению, учитывая тот состав суда, который есть, кстати говоря, Петр Александрович Заморшнюк, который был судья, он был заменен. Да, его заменен. Его не было сегодня в судебном заседании, он был заменен. И вот один из подсудимых я сегодня тоже заявил отвод прокурору. Да, уже после вашего заявления об отводе судей председатель, вот один из подсудимых встал и сделал отвод прокурора. Я не был знаком с материалами уголовного дела. До начала суда инфекционной станции прокурора не было знаком с материалами уголовного дела. Доказать следующее год. 6 августа председатель, вы слышали как наступил отводок передал основать да, вы слышали? Ну, вы не слышали? Вот я председатель, что он подошел с ним разговаривать. генетирует? А потом уголовный не будет. Что он урон. У отводка передал утром основать за кутут. Секунду. Кто сказал с места выгребного? Раслана двор запьет. А у него здесь замечательное нарушение оставляющего суда за действием. за и 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 and Он сначала взаимил вопрос, который не взаимодействует против участия адвоката, а потом поменял свое мнение и сказал, что он не взаимодействует участия адвоката. И поэтому, не участием защитников своих адвоката, он объявил адвокат прокурора сегодня. Но, к сожалению, отношение суда абсолютно враждебное, неэтичное, некорректное отношение. И вот это его отношение суда, к людям, с участниками адвоката, выражается, сегодня достаточно открыто выражалось. Дело в том, что еще помимо того, что Рахманов поданы им дополнительные жалобы, кооперационные жалобы, которые ранее поданы, они не были получены, вручены участникам протеста, в том числе обвиняемым. И это является, безусловно, основанием для отложения, еще раз, судебного заседания, если поданные одним из участников дополнительные адвоката не будут вручены другим участникам, в том числе адвокатам, в участии в судении, то это является основанием для отложения судебного заседания. Я не думаю, что суд пойдет на это в следующий раз, 15 сентября. Мне кажется, что суд торопится, как всегда, по таким делам, где шика как бы белыми низками, где и имеется политическая мотивация, уголовное дело и отсуды, особо не обладает таким зрением досконально, объективно исследовательства уголовного дела. Сергей Донис, появился, это правозащитный центр «Мемориар», они ведут список политический изгрученных в России, Александра Калинкова, это полевая, полевая правозащитная группа, крымская полевая правозащитная группа. Теперь у нас, я как уже говорил, у нас здесь три, представляю, три группы родственников, это вот уфинская 12 человек, дальше Альметьевская группа 5 человек, московская группа, которая, значит, Альметьевская группа суд начинается завтра, а московская группа суд начинается послезавтра, это все традиционная цена военной коллегии Верховного Суда России. Добрый день, я Загиева, у нас Левкатовна, являюсь женой Загиева Азат Ильгизевча, приговоренного 26 апреля 2019 года к 13 годам колонии строгого режима. Вместе с ним лишены свободы при отсутствии какого-либо состава преступлений и четверо других жителей Альметьевска. Все они никакого отношения к терроризму, насильственным действиям в отношении власти не имеют и никакой опасности и угрозы для общества не представляют. В своем накладе я хотела бы процитировать отрывки из последних слов подсудимых перед постановлением приговора. Вот выдержки их речи о том, что они думают о своем уголовном преследовании. С приходом ислам мое понимание меры изменилось, и изменилось мое поведение. Изучал основы ислама, занимался исламским призывом. Не мусульман призывал к исламу, а самих мусульман призывал к исламскому образу жизни. Террористической деятельностью не занимался, к насилию никого не призывал. Так говорил Ренат. Азат же высказался о себе так. Себя я террористом не считаю. В моих действиях не было противоправного, тем более связанного с терроризмом. Никому я никогда плохого не делал. Я работал, полностью обеспечивал свою семью, помогал родителям. Никто не считает меня террористом и преступником. Мне непонятно, почему я должен быть изолирован от общества. Сторонником Хизбутахлид Алислави я не являюсь. Ирик прокомментировал следующим образом. На нас навешали ярлыки. Говорят, что мы не соответствуем традиционному исламу. Что мы террористы. Уже полтора года держат нас под стражей. И хотят раздать срокам, которые не получают убийцы. У меня сосед по камере получил срок за убийство человека меньше 8 лет. Также подсудимые высказались о процессе их задержания в следствии и суде. Формальный судебный процесс нужен лишь для создания видимости, что нас судят за какие-то преступления, а не за наши политические и религиозные вгляды. Цель этого насилия, чтобы мы отказались от своих религиозных и политических убеждений. Суд во всем поддерживает обвинительную сторону, отказывая нам 45 ходатайствам из 50, отклоняяя все наши вопросы свидетелям. На какие доводы опирается обвинительная сторона? На показания скрытых свидетелей, которые испугались в притеснении и сроках и дали приказание, оговорив нас. На показания наших троих сообвиняемых, которые, видимо, устали сидеть и захотели домой. Книжки, изъятленные исламские темы и видеоролики, где мусульмане обсуждают общесламские темы за чашечкой чая. Где здесь террористическая деятельность? Скажите мне. Из высказания другого подсудимого. Вчера я ничего не сказал на премиях, потому что понял, что бесполезно что-то вам доказывать, говорить, так как все наши доводы вы все равно не слушаете. И когда мы просим вас не ставить заседание на завтра, вы нас не слушаете. Мы заходим в камеру в 12 часов ночи, а выходим в 7 утра. Как можно подготовиться ночью, когда нет сил и хотите спать? Когда мы просим день помыться, вы нас просто игнорируете. Я болею такой день и не могу обратиться к доктору, так как прихожу в 12 ночи, а ухожу в 7 утра. Приходится в больном состоянии ездить на суды. Вам просто все равно. Поэтому так обращайтесь с нами, как с собаками. Задержание у всех ребят проходило рано утром, пока многие спали. Вот что они рассказывают на этот счет. 6 часов утра врываются домой. Они даже не постеснялись приложить видео вторжений и обыск к материалам уголовного дела. Хотя в этих видео все против них. Далее закидывают нас в пресс-хаты, выбивают явки, показания. И, как заметил Загиев, даже во время судебного процесса нам не давали толком подготовиться. В деле всех пятерых осужденных ребят нет ни одного общественно опасного деяния, каких-либо последствий к деяниям, и ни одного потерпевшего, что даже другие арестанты в СИЗО удивляются. Вот пример диалога из последнего слова наших подсудимых. «Знаете, бывает такое. Познакомился с человеком в СИЗО, ведешь в нем беседу, а он тебя спрашивает. Какие у тебя статьи? Я говорю, 205,5. Террористическая деятельность. А что взрывать хотел? Ничего. Изъяли, наверное, что-то у вас, да? Оружие там взрывчатки. Нет. Сейчас, чтобы стать террористом, не обязательно проводить какую-то террористическую деятельность. Достаточно будет прочитать пару исламских книг и обсудить эти книги с друзьями. Люди, пообщавшись с нами, убеждаются в том, что мы не террористы». Отдельно я про своего мужа хочу добавить, что во всех сферах жизни он зарекомендовал себя только с положительной стороны, имеет огромное количество положительных характеристик, благодарственных писем и рекомендаций из армии, а также грамот и призовые места по городу, по гиревому спорту. И на каждого из засужденных ребят есть столько же положительных характеристик и ни одного факта об их преступных намерениях. Завтра, как уже было тут сказано, 24 сентября, судебной коллегии военнослужащих Верховного суда состоится суд по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор по делу пятерых адмитерских ребят, приглашаю всех журналистов и правозащитников, а также всех неравнодушных. Очень прошу придать огласке нашу проблему и проблему сотен других незаконно осужденных мусульман и поскорее вернуть детям, их отцов, женам, мужей и родителям своих сыновей. У меня все. Спасибо. Вот предполагалось, что сейчас будет выступать, должен был выступать Хасаву Дагир, его задержали, не дам, прям в здании суда, и его защищают. Это было незаконное задержание, ибо с этим очень многих людей, которые все не совпадили. Вот у меня документ, опрочтение, которое посвящено в 45-м дня адвоката, который выступает в защиту Дагира. Я не думаю, что его надо зачитывать, тем более, что это не напрямую, но это связано с нашими темами, которые мы обсуждаем. Письмо направлено Федотову Михаилу Александровичу и делается незаконных действий против Дагира Хасава. Очевидно, это очень сильный известный адвокат, и, конечно, Московская группа ослаблена, сильно очень ее защита. Я не знаю, как там, я знаю, что это было. Тимур Геннадов сейчас ходит в это дело, да, Тимур? Да. И ты будешь переносить, наверное, да, в процесс. Я сегодня был в Северном комитете, отдал ордер уедовления о вступлении дела. Я вступил в дело. Был сегодня судей, но она по-моему, это не было. Получается. Добрый день. Меня зовут Зинатова Бульнас. Я супруга Зинатова Игнара из Казанской пятерки мусульман, обвиняемого в деятельности тюрористической организации. В первую очередь, я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сегодня, выделили свое драгоценное время и пришли поддержать и помочь нам, выслушать нас. Моему супругу и еще четвером ребятам, а именно Сунгатова Руслана, Насирову, Эрику, Тулякову, Марату и Ямалиеву Устему в марте этого года в Самарске при Русской окружной военный суд мы не спреговорили, осудив ребят на срок от 14 до 22 лет лишения свободы. Моему мужу, в частности, дали 19 лет в голове нескорбового режима. В данный момент мусульпрок и остальные ребята находятся в СИЗО города Самара и ожидают передачи дела в Москву вот уже буквально на дня, в конце сентября, в начале октября, и назначение апелляции по их делу. Как следствие, так и судебно-раздобирательство проходили с многочисленными нарушениями. Стоит ли говорить о том, что даже само заведение уголовного дела является необоснованным и несправедливым, потому что состава преступления как такового нет. То есть у ребят не было найдено ни оружия, ни взрывчатых веществ, ни помышляния о каких-то таких преступных деяниях. Никто из них не причинил вреда обществу и не собирался этого делать. Даже сам следователь говорил, что потерпевших нет, когда ее спрашивают на судах о продлении меры пресечения. И что есть всего лишь закон от 2003 года о запрете деятельности организации в избыток и этого достаточно. Этим же законом руководствовали судьи при внесении обвинительного приговора. То есть по сути никто из них не озадачивался об основании преступности самих деяний. То есть они не рассматривали преступники или нет, что-то сделали плохое, или какое-то общество причинили или нет. То есть все ссылалось к этому закону. Все свидетели обвинения в один голос говорили лишь о беседах о религии, о каких-то политических событиях, о жизни, об ислании. И даже один из свидетелей обвинения сказал, что, в частности отношения его супруга, что это лучший мусульман, которого он знает. То есть человек, который вроде как старая обвинения, а высказывается о нем наилучшим образом. Судьи совершенных закона отказывали в удовлетворении ходатайств, отказали в допуске общественных защитников и вызове независимых экспертов. И на все ценно-мочистые нарушения ребята писали в написке суд по правам человека. И вот, в частности, у моего мужа пять человек уже признали приемлемыми и находятся на рассмотрении. Мой муж мусульманин, верующий человек, очень добрый, нягкий по характеру и заботливый муж, сын, отец. И все ребята такие же. Тут ярлык террориста, которые на них повесили, совершенно не сходится с тем, какие они есть на самом деле. То есть это полный абсурд, ложь и никак не согласуют с здравым смыслом. Когда начинаешь об этом думать, просто голова на них вмещает, мозг просто кипит и не понимаешь, как так можно лишь за беседы, за разговоры, даже не о каких-то преступлениях, а просто о смысле жизни, о религии, о политических событиях можно сажать на такие огонные сока. И у меня просьба ко всем присутствующим здесь не оставаться и дальше в стороне от нашей проблемы, освещать, говорить об этом. Потому что это единственное, что мы можем сделать и как мы можем помочь нашим мужьям, нашим близким. Спасибо за внимание. Добрый вечер, уважаемые присутствующие. С самого я хочу поблагодарить всех, кто пришел, кто, я думаю, что неравнодушно тем уже присутствием, что они здесь. Спасибо вам большое. Я верю, что с нашими усилиями, с нашим освещением совсем мы все равно вернем наших близких домой, что наши родные, что наши сыновья будут дома скоро. И мы очень хотим, чтобы нас услышали. Мы хотим, чтобы... Вот я думала, что у меня уже слезы высохли за пять лет. За каждым наступлением наших девочек я не могу держать слез, простите, пожалуйста. Хочу сказать, что наши дети не террористы. Наши дети не маньяки. они не убийцы. Они получают огромные сроки, которые не заслужили, которые сидят. Вот сейчас у меня сын сидит уже пять лет. У него дуя маленьких детей, которые нуждаются в нем, которые ждут его, которые любят его. Они осуждены по статьям, которые считаются за насилием. Нету там никакого насилия. Ищут там насилия. Нету насилия никакого. Они самые добрые, самые лучшие люди. Они мусульмане, которые не признают никакого насилия. И хочу сказать, что сегодня горе это трехсот людей, которые осуждены по всей стране. Это является Крым, Казань, Уфа, Челябинск, Москва, Питер. Можно целую географию нарисовать по тем, кто сейчас сидит в тюрьме, по тем невиновным. Сегодня более это трехсот людей. Не только трехсот людей. Это сотни детей, горе, сотни родителей, сотни близких, сотни жен, которые остались, можно сказать, вдовами, потому что они 24 года. Как же можно прожить вот такую жизнь? Это целая жизнь. Разве они 24 года смогут так прожить? Таких условий, которые вообще изолируют от общества. Мой сын сидит уже пять лет в одиночке. Он очень общительный человек, для него общения это жизнь. Я не знаю, как это будет происходить в тюрьме. Сейчас я его навещаю как адвокат, как защитник с адвокатом. И что еще хочу сказать. Сегодня это наше горе. Это касается нас. Вот было время, когда по этим статьям ребят осуждали, как бы сажали на три года, на четыре, на пять, на шесть лет. Прошло время, дошло до двадцати четырех. Свидетели Иеговы, которым сейчас говорят, на чем заговорили, они сейчас, им дают пять-шесть лет. Возможно, это пойдет как по нашим следам, если не остановится. Машина задавит дальше, будет пойти дальше. Сейчас на настоящее время наши ребята ждут апелляции. Год назад был приговор. Это опорные сроки 10 человек от двадцати до двадцати четырех лет. Десять человек от восьми до четырнадцати Один получил пять лет заключения, который признался. Ребята не признали, двадцать человек не признали своего о том, что они состоят в этой партии. Они говорят, что они не являются членами этой партии, не являются террористами. Сейчас на всех получили 343 года. И мы верим, что все-таки до конца. Мы будем верить, что кто-то нам поможет. Правда, это самый первый помощник. Мы ждем от Всевышнего, но с помощью вас тоже. Спасибо большое. Да, меня зовут Саша Приленкова. Я столкнулась впервые с этими делами по обвинению в Крыму. Когда она начала там работать, и для Крыма эта ситуация имеет свою особенность, потому что жили люди и на свободной территории состояли в организациях, каких хотели, верили, по-чему хотели и разговаривали, о чем хотели. Но как в Украине в организациях избыток лир не запрещена легально, и люди могли даже активно в ней состоять и участвовать. А в Крыму жил, например, секретарь этой квартиры украинской и так далее. Потом в Крыму появилась российская власть и сказала, что нет, теперь никак. И чем было делать людям, которые все это время там жили, друг с другом встречались, приходили в одно и то же лечить, обсуждали одни и те же темы, что они должны были изменить в своей жизни для того, чтобы их перестали, для того, чтобы их перестали, ну, то есть, для того, чтобы их не стали сожжать в тюрьму, было совершенно непонятно, потому как во всех обвинительных следственных документах доказательством партнерного является то, что люди встретились и о чем-то поговорили. Доказательствами не является формальное членство в организации, доказательствами по этим делам не является участие в деятельности организации, а доказательствами по этим делам являются срединские показания, которые, в основном, говорят о том, что человек в какой-то точке где-то был и с кем-то о чем-то разговаривал. И поэтому совершенно непонятно, что должны были сделать люди, даже если они готовы были не участвовать почему-то в организациях, в которых это было законно, но если они не хотели в этом участвовать, то что они должны были, какие действия совершить, было совершенно непонятно. Все руководство партии «Публичные люди» из Крыму уехали. Тем не менее на сегодня более 60 человек в Крыму по этим обвинениям арестованы, некоторые уже осуждены и многих еще ждет суд. И вообще надо сказать, что это довольно странная история, потому что если власти вместе с разновными структурами боятся мусульманских организаций, то самое худшее, что они могут сделать для того, чтобы обеспечить безопасность, это начать бороться с мирными людьми и сажать их на десятки лет в тюрьмы. Потому что, на мой взгляд, теоретически это должно вызвать совершенно обратную реакцию, а совершенно не спокойствие и мир на наших землях. И, кроме того, последнее, что я хочу сказать, это то, что борьба с самыми разными религиозными группами, начиная от мусульман разных объединений, и свидетелей Якова, теперь вот у нас шаманы туда же оказались, становятся все более и более распространены в России, и, к сожалению, как это остановить, не надо. Да, я Сладкин Алексей Михайлович, я сам юриспродозащитник из Казани, и вот еще со мной председатель всей татарского общественного центра в Алидзе Киев. Мы хотим сказать, что ситуация была из Альметьевского в Самаре, сейчас рассказываю, она не единственный случай. Дело в том, что в Казани три еще уголовных дела, которые неизвестны, которые одно дело уже закончено в 17-м году, было четверо человека осуждено, большим срокам, 19-20 лет, то есть по этим же непосредственно тому же аналогичному обвинению. Потом в 17-м году было возбуждено сразу еще одно уголовное дело, и сейчас люди находятся под судебным следствием, они на суде, Приворский военный суд, и их судят сейчас, они 20,5 года сейчас уже сидят в следственном изоляторе. И в 18-м году было возбуждено еще одно уголовное дело, и еще проходит 8, что ли, человек по этому уголовному делу по аналогичному обвинению. Вот списки есть у Закиева, вот сейчас вот мемориал, он идет, я думаю, существенно, он включил в их число политзаключенных, я думаю, вполне обратно, я думаю, что им было бы целесообразно, чтобы они ознакомились тоже с этими непосредственными списками, чтобы никто не ран, а никакие дела не оставались замалчивать, потому что только общество, а от вас, коронавирус, может что-либо, в данном случае, повлиять как-то на ситуацию. Я сам знаком в какой-то мере с этой ситуацией, я участвовал, ну, присутствовал, не участвовал, присутствовал на суде, и в данном случае обвинение вообще просто абсурдное, оно высызанное из пальца. Все обвинение строится на показаниях, скрытых свидетельствах о том, что эти люди как-то делились своими религиозными убеждениями, и все. То есть, нет никаких доказательств, и даже не вменяются никакие факты подготовки какой-то теоретической деятельности, ни какой-то участия в теоретической деятельности, ни призывах в теоретической деятельности. Люди только обвиняются в том, что когда-то делились с кем-то своими религиозными убеждениями, что они хотят исламский халифат. Для многих режет слух это слово «исламский халифат». Но если разобраться, в чем его суть, то фактически тогда надо и всех христиан тоже загонять под эту статью, потому что все христиане ждут царства, небеса и царства Божие. Вся мечта всех иудеев, христиан, мусульманин – это царство высшего порядка, когда все люди придут к Богу, и настанет общая божественная гармония на земле. То есть царство небесное, царство Божие, халифат Всевышнего по исламской традиции. И судить за это людей – это просто абсурд. Почему это надо вообще, на мой взгляд? Я не считаю, я даже не думаю, что есть какая-то стратегия для того, чтобы нагреть именно мусульман. Я вообще не считаю, что есть какая-то стратегия антирелигиозная, и вообще это дело никак не связано принципиально с религиозными гонениями, если просто посмотреть на те же дела в сети, нового величия, когда там вообще создали, как бы, не в зависимости от религиозных, а от религиозных, как бы, мотивов, какие-то выставленные тоже, ну, вымышленные террористические организации, и людей тоже сейчас сажают. Просто сама методология государства о том, чтобы вот этим спецслужбам нужно существовать, нужно отпугать народ, как якобы существующими террористическими организациями, и проявлять ее власть, чтобы буквально из воздуха создавать эти террористические организации. Но на следующий момент, я бы просто желаю, все разумные рамки же уже перешло какие-то, и в данном случае просто я вот тоже сюда приехал не зря, чтобы всех призвать, я сам не мусульманин, да, я христианин по убеждению, я хочу призвать к тому, что это не имеет никакого религиозного характера, сейчас никто не защищен, люди, людей просто сажают буквально, не за что, за те сроки, которые... Я сейчас присутствовал на суде тоже с утра по апелляционным осмотрениям, не допустили общественных защитников. Но это в принципе антиэквизиционно, потому что эти люди, они же самые составившие у них у всех адвокатов по назначению. То есть они не имеют с ним связи, они не могут формировать единую стратегию защиты, поэтому просили назначить их родственниками, еще дополнительными защитниками. По конституции все имеют право защищаться любым способом, не запрещенным законом. У ПК прямо предусмотрена возможность, имеют дополнительных защитников, не адвокатов. А нам, когда мы отказали, что просто суд прием на их защиту, он хочет как можно более минимизировать свои усилия по их осуждению. И причем само обвинение абсурдно высосанное из партии. И сам процесс проходит таким образом, чтобы минимизировать какие-то буквально формальные, даже меры по защите. И это просто... В апреле 17-го года Приворский окружной военный суд вынес проговоры. 18 лет по заучастию в организации, будет так, и... 18 лет лишний свободы получил Айват Шекенов, 17 лет получил Райна Григотулин, и на Илью Нусу тоже 17 лет, а также Аслан Санильзянов 16 лет. Также в 17-м году арестованы группы 13 мусульман, и сейчас ведет процесс Казанском гарнизонном суде. В декабре 17-го года Казанский гарнизонный военный суд приговорил 8 человек, обвиняемым в участии в республиках. Казан Азад Адейев 19 лет, колонистов вооружено, Аскар Кадисов 19 лет, 2 месяца, Альберт Владимирович 18 лет, Розид Довлетчин 18 лет, 6 месяцев, Ленар Саидов 19 лет, Тимур Успехов 18 лет, Радик Саидов 16 лет, и Павел Волин 18 лет. В апреле 18-го года как защита перед чемпионатом мира были арестованы 14 мусульман, Анюша Суддинов, Рафа Геопаров, Ренат Галимов, Фаиль Атымбаев, Камиль Гельман, Камиль Ишмей, Дагиль Багалутина, Суфар, Якулов, Ниаскан Алиев, Альберт Сайфуллин, Тарья Генгазов, Альберт Хамберев. Уже полтора года сидят СИЗО, и идет съездение. Нужно сказать о том, что мы должны знать, мы должны знать все фамилии, мы должны знать все 40, мы должны знать все процессы, нужна широкая общественная гласка, нужна широкая общественная гласка, и нужно широкое общественное движение за освобождение, за освобождение вот этих инидных людей, которые обсуждены на огромной злоте, буквально, буквально, я считаю, что 19-22 года, это то же самое, что пожизненно, я не верю, что 20 лет можно выдержать в российской тюрьме. Весь этот произвол, правоохранительный орган наша организация расценивает как геноцид мусульман. Они сидят не за преступление, а за убеждение, о свободе мысли слова гарантированной Конституции. За убеждение нельзя так следовать. Россия признала организацию Республика Тахвир террористической организацией. Мы считаем, что необходимо это решение отменить и освободить всех осужденных за участие в организации Республика Тахвир. Республика Тахвир. Но так же я уже говорил, что так, и даже если эта организация запрещена, нельзя сажать людей за убеждение, потому что можно сажать только за конкретные преступления, а право иметь убеждения и их распространять. У нас гарантирована Конституция, статья 28 Конституции РФ. То есть я призываю всех журналистов, всех вас, чтобы вы способствовали широкой общественной областке, и мы все должны, подняться должно широкое движение и освобождение тех, тех, кто уже осужден, и тех, кто сейчас находится, находят последствия. Потому что в 21 веке людей буквально убивать за убеждения, убивать за идеи, это невозможно, это нерастойно, это какая-то получать. Какое-то средневековье вернулось в Россию, какая-то дикость, какая-то совершенно невозможная. Здравствуйте. К сожалению, мы уже, по-моему, третий раз, последний раз, недолгое время собираемся и говорим об одном и том же, и нельзя сказать, что ситуация как-то улучшается, наоборот, она ухудшается, новые люди попадают за решетку, у нас все новые, все более жестокие приговоры, и эта ситуация, как тоже уже было мне рассказано, началась не сегодня, началась с 2003 года, когда Верховному суду было принято решение это решение действует, и, начиная с этого момента, началось преследование по обвинениям в участии в Бухтахриле, тех, кто реально участвовал, и участвуют не тех, кто не участвовал, оказался рядом, или по каким-то причинам следствия показалось, что участвовал. и, если до 2013 года это было преследование по обвинениям в экстремизме, в участии в экстремистской организации, 40% людей получали сроки наказания, не связанные с решением свободы, и средний срок для остальных был один-два года, были и больше, но средний получалось так. То после 2013 года, после введения в Уголовный кодекс статьи 205.5 участие в деятельности террористической организации, это преследование радикально ужесточилось. Как, впрочем, в принципе, репрессивная политика российского государства и преследование всякого рода его оппонентов, знакомыслящих и других жертв политически мотивированного незаконного преследования. Мы пытаемся ввести в чердаре, и помимо этой статьи, как мы знаем, во многих случаях предъявляется уж совсем абсурдное обвинение в попытке насильственного свержения инвестиционного строя 278-я статья через 30-ю, которая не вытекает даже из этого решения Верховного суда, то есть, есть вот ситуация 205.5, то есть, есть вот простая конструкция, что, в следствии, неким образом доказывает и суд, в следствии, с ним соглашается, что люди участвуют в деятельности организации, доказывают это свидетелями, часто секретчинами, доказывают это экспертизы, часто приводят, но, понятно, эта логика неприемлемая, поскольку она опирается на противозаконное решение, необоснованное решение Верховного суда 2003-го года, но конструкция логически, по крайней мере, понятна, то ситуация с 278-й статьей, которая существенным образом усиливает наказание. Это абсурдный анализ доктрины, который утверждает, что когда-то там эти люди хотят создать халифат, а значит, они насильственным образом собираются опять консенсорно и устроены. Действительно, как было сказано, много кто мечтает о царстве божием, обращается к тому богу, в которого верят, чтобы он дал то и это, но светское государство не вправе наказывать за какие-то обращения к высшим силам и за представление о должной картине мира, если люди не планируют насильственных действий. То есть, те насильственные действия, которые могут случиться в каком-то отдаленном будущем, вне всякого, вне зависимости от действий этих людей, не могут быть основаны для наказания. Если вы рассуждаете, что когда-то кто-то с кем-то будет воевать, халифат будет воевать со своими врагами, именно это вписывают в обвинение по статье 278, это никак не значит, что это люди сами с кем-то собираются воевать или готовят к эту войну, и уж тем более страдают Конституционную сферу Российской Федерации. Тем не менее, в российских судах это все было получено утверждать, как и любые другие безумные обвинения, не только по этим делам. Мы пытаемся вести учет людей, которые подвергаются преследованию, как справедливо было сказано, наши цифры не полны, рассмотрение, изучение дел занимает какое-то время, то есть вот сейчас на сайте у нас есть 276 людей, которые решены свободы по обвинениям в участии в Хизбуртах в Хизбуртах и в Хизбуртах и в Хизбуртах если какие-то люди не включены в это видите, пожалуйста, присылайте, там есть контакты, присылайте нам информацию о них, то есть нам сложно самим найти ее, не всегда, по крайней мере, это возможно. Важно, понятно, что это не спасение ни от чего, нельзя сказать, что это очень действенная помощь, но по крайней мере публичное информирование и российского общества, и международной общественности о том, каков масштаб этих преследований, о тех именах, об именах тех людей, которые этому преследованию подвергаются, это важно, то есть первое, что в такой ситуации необходимо, это понимать, что происходит, знать об этих людях, как минимум, это мы можем сделать. И об этом тоже уже говорили, тенденция совершенно очевидная к ужесточению сроков, к ужесточению приговоров, которые выносятся по такого рода делам, вынесению все более длительных приговоров, вот, к сожалению, Ренат Рологоянов получил 24 года вообще ни за что, и, к сожалению, это ведь не предел, то есть, вот там, пять лет назад это было, одна средняя цифра, сейчас 18-20 это почти общее число, а то и 22, и вот даже до 24 лет, поскольку там по части 1 фактически возможно пожизненное наказание, то, к сожалению, это не предел, есть куда двигаться дальше, это очень практическая и опасная ситуация, вопрос в том, зачем государство это делает, то есть, я тут согласен, что дело не в том, что оно вот хочет подавить религиозную свободу как таковую, ему наплевать на любую религию, по большому счету, проблема в том, что с одной стороны, государству важно было создать вот такую вот жупю мусульманского терроризма еще в 2003 году и дальше больше, то есть, поддерживать представление об этой угрозе как обоснованно, не как единственную оборуду, также создавался и поддерживался жупю украинскую угрозу, и фабриковались дела об украинском терроризме, также фабрикуются дела против свидетелей Егова по обвинению в экстремизме, много таких дел упомянутые новое величие, то есть, общество надо пугать, нужно обосновывать, почему права и свободы российских граждан должны ограничиваться, надо все время демонстрировать что-то такое, что на эти права якобы посягают какие-то угрозы, которые, если бы не заботливая власть, которая вовремя всех сажает в пыльну, контролирует, не пускает на митинги, не дает спокойно общаться в интернете, вовремя пресекает. Это один момент. Другой, как совершенно справедливо был сказан, это такой общий запрос от лучшей власти, который сформулирован еще в решении Верховного Суда 2003 года и поддерживается, потому что, конечно, если бы не было лучшего одобрения, никакие региональные структуры ФСБ и следственного комитета не позволяли себе привлекать новых людей и суды не выносили восторгительные приговоры, но тем не менее, другой стороной является, что раз есть этот запрос, то региональные подразделения так называемых правоохранительных органов, хотя они, конечно, выступают не как правоохранительные, а как нарушающие, право человека и суть права, они ищут чем-то отчитаться, им удобно искать подфонаренного, преследовать по обвинению в терроризме не тех, кто действительно конспирируется и что-то собирается нарушить, что насильственное совершить, гораздо проще искать людей, которые сами проповедуют в лечетях, которые привлекают людей к своему уменному учению, они же, в общем, не скрываются, невозможно скрываться, когда ты занимаешься проповедью, и таких людей оказывается гораздо удобнее привлечь. Много говорилось, а, ну и наконец, понятно, что у существующей российской власти есть такой параноидальный страх независимого от власти объединения людей, особенно связанного с заграницей, поскольку в этой организации не только российская, но и международная, то это воспаленном сознании людей, которые боятся, что их корнушки отгонят, вызывает опасение, что и это объединение, как и многие другие объединения, как объединение политического толка, там, новые величия упомянутые и прочее, могут составлять для них угрозу. Если вы посмотрите, то вот все фактически религиозные организации, которые подвергаются преследованию, и среди них единственные двух тахил, которые подвергаются преследованию по террористическим обвинениям, остальные по экстремистским, но тем не менее есть свидетели Иеговой, это люди Джемаат, и Руджалат, все преследуются, все эти организации не внутрироссийские, они так или иначе номинально хотя бы связаны с заграницей. Понятно, что не в одном из этих дел сотен индивидуальных дел, десяток коллективных дел, нет никакой связи с заграницей, нету никаких ни денег из-за границы, ни инструкции из-за границы, ничего такого, но само название международная партия, наличие этой международной структуры, оно является поводом для страхов и некоторым основанием это преследование. Говорилось много о том, что нужно, чтобы шире с поддержкой и так далее. Это, разумеется, так, вопрос только в том, как этого добиться, почему этого нет и что следует делать для того, чтобы эту поддержку получить. Много говорилось о разном родном нарушении в процессе следствия, суда. Это важно. Говорить об этом надо понимать, что в этих нарушениях нет ничего специфического относящегося к делам Хестбуртахли. Такие нарушения буквально во всех делах, тем более во всех политических делах. И в этом смысле указывают на это надо, но поразить воображение общества этим не удастся. Важнее постоянное привлечение внимания к несправедливости самой сути преследования, к тому, что это мирные люди, которые не планировали не только никакого терроризма, но никакого насилия. И об этом надо говорить более внятно. Это касается даже не только обращения к российскому обществу. Я на прошлой неделе имел честь выступать на Human Dimension Плэнтейшн Митингах, совещании ОБСЕ, которое посвящено соблюдению прав человека странными членами ОБСЕ. Понятно, что это от любого международного сообщения такого совещания не говорили, но тем не менее каждый, кто выступает, может привлечь внимание к чему-то. Я как раз выступаю на сессии посвященной свободе религии. Те республики, которые у меня были, посвятили теми сестру я среди 50-ти выступающих, странно, был один, кто говорил об этом. Почему об этом не говорят? Хотя это самая большая группа политзаключенов России, самая большая группа из наиболее тяжко преследуемых людей не говорят, потому что у людей есть страхи, что обвинения в терроризме хоть какой-то обоснованности имеют, что это фундаменталисты, которые, если сейчас не взрывают ничего, то собираются. Надо обмятно говорить, в чем их обвиняют, почему это неправильно. Мы пытаемся, но нас одних недостаточно для того, чтобы это объяснить. То есть вы все родные, близкие, люди, которые пытаются мобилизовать общество на поддержку, стоит обращать внимание на то, чтобы объяснять в чем именно необоснованность в связи, почему то, в чем их обвиняют и на чем не осуществить, чего именно они хотят. Они хотят, чтобы было справедливое общество, они хотят, чтобы был халифат, но они не собираются силой оружия, они собираются убеждением добиться. Мы можем соглашаться, я, конечно, не соглашаюсь с этим мечтами, я не мусульманин, вообще не религиозный человек. Мне эти планы кажутся странными, но я признаю полное право людей иметь такие планы, если они силы не насаждают свое представление. И надо прямо об этом говорить, что эти люди не пытаются силой навязать халифат, халифат, потому что, конечно, светское общество, и европейское, и российское, это пугает. Если этого не объяснять, то мобилизовать поддержку не удастся. И в конце концов, прежде чем обращаться к широкой московской общественности, то есть не обращаться на атом, но если люди видят, что нет мобилизации даже среди мусульман, которые в своих представлениях о мире ближе очевидно к тем, кто подвергается преследованию, менее эффективен призыв тем, кто находится за пределами круга мусульман. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы это обращение в первую очередь было обращено к единоверству. Фактически людей преследуют за то, что они высказывают те же представления о мире, которые есть у других мусульман. Без этого, мне кажется, добиться общественной мобилизации нельзя. Здравствуйте, дорогие друзья, простите, что я поздал, у меня были обстоятельства, которые я не мог пренебречь, но я также не мог пренебречь и сегодняшняя пресс-конференция, которая является очередным свидетельством несправедливости со стороны властей и того горя, которое испытывает исламская умма России на протяжении уже длительного времени. Помимо дела Хизбутнахриера, дела Меджлица крымско-татарского, уже много лет на Кавказе нам приходится сталкиваться и в других регионах с выпиющими, скажем так, попирательствами закона и здравого смысла со стороны властей. Еще до жестоких репрессивных статей эпохи из Дутахрир были дела, которые являлись и продолжают являться воплощением нарушения здравого смысла и закона. В частности, дело о так называемом Нальчевском процессе 2005 года. Не перестану говорить и называть имя Расула Кудаева человека абсолютно невиновного, сидящего пожизненно в черном дельфине, человека, в деле которого нету никакого оружия, никакого убийства. То есть, там сказано в приговоре судебном участвовал в убийстве полицейского, но нету ни имени этого полицейского, ни места, где полицейский был убит, потому что Расула не участвовал в деле. Получил он пожизненное заключение в АТУ, каким является черный дельфин, только за то, что во время процесса, который шел почти 8 лет в Нальчике, почти 8 лет, он позволял себе активно отстаивать права подсудимых, не шел на соглашение со следствием, шутил над судьей, над прокурором, и поэтому, не имея в своем как бы анамнезе юридическом, никакого тяжелого преступления был признан идейным вдохновителем. Вот где корни, где корни 25-летних сроков, которые сейчас дают за слова членов из Бутафрин, идейным вдохновителем. Нальчикского восстания и получил по жизни. В то время как люди, которые убивали реальные, там реально были люди, которые стреляли, убивали сотрудников, которые благодаря, я сейчас не оцениваю даже причины этого восстания, то, естественно, был туристический акт, который не может быть оправдан как таковой. Они получили гораздо меньшее сроки. И несмотря на то, что Расул Кудаев был признан политзаключенным, Amnesty International, несмотря на то, что его дело принято к рассмотрению Европейским судом по правам человека, немногие вспоминали эти годы имя Расул Кудаев. Никогда его не забывал, Реал, никогда его не забывал, Лев Исанч Танамарев, никогда его не забывал, Севлана Гамушкина, Людмила Михайловна Алексеева, Царство Небесное. Но в целом положение мусульман, которые проходили пыточные конвейеры в начале 2000-х, в середине 2000-х годов, реально пыточные конвейеры, как участники Карачаевского дела, которых обвиняли во взрывах домов в Москве и которые предстали на закрытом судебном процессе с выруванными ногтями. И дело было настолько шито галаминитками, что обвинение во взрывах 1999-го года с них сняли и отправили в итоге на сейчас 17 лет, это кажется уже на фоне Хестбук-Докрым даже не очень большим сроком, на 17-16 лет отправили, потом их убили там практически многих лагерях, это надо просто понимать, как обращались с мусульманами в это время, как участники по другой статье террористическая экстремистская пропаганда без доказательств и дальше вынуждены были в протоколе судебного заседания обратить внимание на следы пыток на их телах, как участники гуглининского дела так называемого, которое уже некоторые вышли на свободу, многие из них это как и расовку, да, напоминающиеся были гуглиниками плантатов, потому что тогда общество и общественность и демократическая общественность не обращала внимания на то, как власть разворачивает репрессивные действия, террористические действия в отношении мусульман я не обеляюсь совершенно всех, я считаю, что некоторые из них на самом деле совершали тяжелые преступления террористического характера, но основная масса тех, кто проходил пыточные конвейеры, тех, кого бросали в тюрьмы, в Дагестане, в Кабаруно-Балкарии, в Чечне, в Ингушетии, в Татарстане, в Башкортостане, это были люди абсолютно невинные, которые получали страшные сроки и страшные следствия в стиле 37-38 года, который только длился гораздо дольше, за слова, за идеи, за книги, за организацию гуманитарной помощи заключенным, как участники Гугольмы получили, значит, это самый Тимур Шмуратов, Фанис, не помню, там фамилия, три человека было, рассылали людей и кого на Камчатку, кого на Сахалин, кого, значит, там еще какие-то дальние северные лагеря, последние дела, дела, значит, которые вел уже вот Дагир Хасалов, который упоминается сейчас, который тоже брошен за решетку, это дела, значит, и муфтиев, исландских деятелей, и последние годы сложилась уже практически норма, что мусульмане в России, это самая бесправная, самая незащищенная часть общества, как только в отношении, как только органам, смотрите, дела появляются весной и осенью, такие публичные, весной и осенью, когда, очевидно, у них идет согласование бюджета, и надо получить бюджет на экстремистскую, туристическую, антитерристическую деятельность, по телевизору показывают, банка тажиков, все, дальше нам показывают кадры, люди, лежащие на земле, живые или мертвые, какие-то автоматы, калашки, были разбросаны, какие-то патроны, не доказательств, кто-нибудь помнит хоть один судебный процесс по вот этим, вот то, что нам показывали, по задержанию членов, там, исламского государства, или чего-то еще другого, я не исключаю, что, возможно, эти люди террористы, что они виновны в чем-то, но покажите, пожалуйста, где, о чем дальше речь, как можно отчитываться перед обществом, арестовывая людей, лишая их жизни или свободы телевизионными репортажами. Поэтому сегодня я не обсуждаю там идеологию из Бутахлира, я считаю, что это неправильно обсуждать идеологию. В разных странах она запрещена по разным причинам. Главная вина из Бутахлира для начальной части Западного мира это то, что она возникла в Иерусалиме и в среде палестинцев, и что в программе из Бутахлира есть пункт о непризнании государства в Израиле. В частности, именно по этим мотивам из Бутахлира запрещена в Федеративной Республике Германии, например. Другого повода просто нет. Нет уголовного преследования. Конечно, нет уголовного преследования, там есть административы, в районе причинавства и юридические дела, естественно. Допустим, а Великобритания она не запрещена. Ну и так далее. Поэтому какие там еще пункты, которые можно было поставить вину? Ну, создание халифата, ну а в уставах многих православных организаций открытых действующих есть пункт о восстановлении монархии, например, на территории Российской Федерации и восстановлении монархического этом идеала. Ну ничего страшного, как мы обсуждаем, и вообще каждый мусульманин, каждый еврей нормальный молится о приходе Маша, а каждый мусульманин считает халифат, я с этим не согласен как историк, разные мы читали про халифат, но так или иначе как бы идеалом некого политического устройства. Еще раз подчеркну, я с этим не согласен, как человек, подробно изучавший историю халифата. Но мы сейчас тоже не это обсуждаем, мы обсуждаем, зачем это жестокость, почему это надо и как нам эту жестокость прекратить, какими усилиями. Когда я был членом Совета по правам человека при президенте, я несколько раз обращаюсь лично к Владимиру Путину, говорил ему о политзаключенных, об убийстве наркайских имамов. Семь наркайских имамов были убиты за прошедший год. И в том числе, помните, когда по телеканалу России началась травля девочек из села Каратюбе за то, что там у них фиджабы ходят, что страшный махамизм наступает. Вот отец этих девочек убит, чтобы вы понимали. И отец других девочек убит тоже. Винчером неизвестно, кто их убил. Для тех, кто работает на пропазе, ясно, что это эскадроны смерти, которые активным, замерным людям выносили, допросы, вносят по славанской среде, выносили внесудебные переговоры, те, кого нельзя из-за резонанса какого-то потянуть под пыточное следствие, а потом представить там в суд, те просто убивают в сумерках. И никто никогда не найдет этих убийц. Как не определяют убийц, как же Мурата Ковалова в Дагестане, Ахмед Наби, Ахмед Набиева, как не будут названные убийцы Тимура Куашева в Нальчике, которого убили уколом адреналина в сердце, и Юрий Коков, тогдашний президент, и создатель экстремистско-террористического законодательства ИЦП в России говорил мне вот так, я даю слово офицера, что я найду убийство, значит, убийц Тимура. Ну, Юрий Александрович, недорого стоит ваше слово ментовского офицера, прямо скажем. И я заканчиваю, Юрий Александрович. Я просто к чему хочу это все сказать, что без просто в юридических процедурах мы потоним, потому что они в своих руках имеют инструменты усиления любого давления. они могут давать любые сроки. Как мне сказал один генерал по поводу Расула Кудаева, Максим Иоаннович, он невиновен, но не отпускать же нам его в конце концов. Вот это их позиция. Я завершаю. Я считаю, что я всегда это говорю молодым людям, с которыми мне приходится беседовать, лучше не иметь к организациям запрещенным никакого отношения. потому что уверен я, что в этих организациях половина это просто стукачистят служб, которые сознательно вовлекают, это я говорю из опыта эсеров, из опыта русского революционного движения, вовлекают туда молодежь, чтобы потом, как говорится, на этом делать себе карьеру. Лучше к этому не иметь никакого отношения. Но уж если так получилось, то надо четко понимать, что есть преступления мыследеятельности, которые в меня ввинут из бутылокрю на самом деле, есть преступления реально террористического характера, подготовка террористических актов, это совершенно разные преступления, но в юридической плоскости мы это государство не переиграем. Поэтому гражданская солидарность, создание широкого фронта защиты мусульманских устников России, которые сегодня составляют подавляющее большинство политзапрещенных, сидящих по статьям от 205 до 208 и не только эти, но и так далее, и так далее, и так далее, по разным другим статьям. Поэтому я думаю, что солидарность это сегодня единственный на самом деле инструмент, которым мы располагаем в той или иной степени. Если даже будучи в СПЧ, мы в лицо передавая вот так вот ему доклады об этом не могли добиться. Ни Федотов, ни Шаблинский, ни Павел Чиков, ни я, не могли добиться результата, ничего не было сделано по нашим жалобам по этим документам, в руки президента передавали, то значит просто акции гражданской солидарности и акции юридической защиты и информационного какого-то действия другого способа просто я не вижу. Спасибо. Друзья, я завершаю вот сейчас выступление, но если слов только хочу сказать. Перед нами, ну, добавить почти нечего, поэтому я хочу сказать уже прагматически. Перед нами очень тяжелая задача. Конечно, вот дела вообще удержения вековного суда, признавшего СИС-бундахвир террористической организации, это огромная ошибка. Это, ну, я бы сказал, правовое преступление. использование права, так сказать, против человека и надобиваться отмены решения вековного суда. С кем не говоришь юристу, они говорят, это невозможно. Но это не может быть невозможно, если сотни людей объявлены террористом, которые являются мирными гражданами. Поэтому вот нашу работу, вот моя-то правозащитника направлена на того, чтобы отменить это решение вековного суда. И с этой целью мы убивали, что Татьяна Николаевна Москалькова встречалась в аппарате с членом СБТ. У нас здесь присутствует работник аппарата Татьяна Николаевна, она доложена, вот все, что я слышала, я надеюсь. И мы будем продолжать действовать через уполномоченные правозащитные институты государства. Это Москалькова и Федотов. Федотов тоже этой темой сейчас занимается, и она делает экспертизу. решение Верховного Суда. Надо отменять решение Верховного Суда. Это тяжелейшая задача. Тяжелейшая. Но как бы другого выхода нет. Государство само совершило преступление, приняв такое решение Верховного Суда. А дальше много нарушений идет в этих процессах, но это не главное. Главное, что существует это решение. Вот что самое главное. И конечно, все правильно говорит здесь насчет солидарности. Мусульман сколько в России? не один миллион, правильно? Собирайте подписи. Почему? Почему? Я понимаю, что там внутри идет борьба. Я вообще не приказываю. Максим лучше знает. Но тем не менее, здесь нужна действительно солидарность. Вы защищаете мирных граждан, которых сажают на практически пожизненное. Нужно действительно нам собирать подписи. Собирать подписи, выходить на мирные акции, митинги какие-то. В Москве сколько мусульманов? Другого выхода нет. Мы видим как подавление именно общественности, власть и дебно уступки. Другого варианта я просто не вижу. Я бы Александр еще добавил такую странную вещь. Смотрите, Путин в 2018 году на вопрос о свидетелях Гиегов говорит, за что их собрать, они же христиане. На прошлой неделе мы получаем в Саратове приговор три года. То есть у них то как говорится на земле гультерьеры понятия не имеют как там о хозяин, какое у него мнение и плюют на это мнение, то ли он нас обманывает одно из двух. Здравствуйте, я рекомендую «Вайт Ньюс». Я не знаю, кому этот вопрос можно точно интересовать, но не так давно был сфер Дмитрий Сольников, который занимался этим делом, и на прошлой неделе арестован Дакир Хасанов. Как вы думаете, ситуация может ответить на вопрос, может ли это быть связано с попыткой вывести обоих адвокатов из этого дела? Может ли быть это связано именно с делом из Бутапли? На самом деле, я думаю, здесь случайные совпадения, потому что в эти дела идут наиболее решительные адвокаты. Понимаете, да? Нет, с Хасавом он может так и есть, Максим может более подробно сказать. Но с Дмитрием за права человека он просто очень упертый такой адвокат и он попал в деле, который там связан был с наркотиками, но он не уступал, его пытались вывести из суда незаконно. Он и так приведет себя в делах из Бутапли, а не думаешь это сознательно выведено из того, что он делится из Бутапли. На счет Дагир Хасава. Я не верю никакие совпадения, я, конечно, считаю, что это результат спецоперации, я считаю, что на адвокатов показываются давления, вы назвали просто две известные фамилии. Могу сказать, что в Дагестане в последнее время вот у меня, я внимательно слежу, хоть я как бы вышел из официального правозащитного структур, знак протеста против бездействия Совета по праву и чек, несмотря на то, что там замечательные люди там в этом Совете работают, очень хорошие личные. Ну, просто власть сознательно собрала туда все для того, чтобы они ничего не могли делать в итоге. И в деятельности блокируются. Я вот могу сказать, что я не буду называть фамилии, но несколько адвокатов, которые занимаются делами по профучету по 205-й статье, на них оказываются давление, угрозы, уголовное преследование по типу, как на Дагира оказывают. Им инкриминирует якобы там давление на свидетелей, подлых свидетелей, принуждение к свидетелям. И они верят, что это случайные действия. В основном, честно скажу, за этим стоит официально ЦП, а не ФСБ даже. Я не хочу, как говорится. Но я уверен, что без ведома старших товарищей они тут это не действуют в этих вопросах. Поэтому я не думаю, что это случайное совпадение. Что касается Дагира, то Дагира человек, конечно же, яркий, публичный, которого многие запомнили по его ярким выступлениям полемическим. Но человек это безупречно, бескорыстный, честнейший и, в общем, искренне преданный делу адвокатуры и защиты юридической. И, безусловно, он очень сильный противник для обвинения в любом судебном процессе и вследствие, поскольку он профессионал высочайшего уровня. Их сфабрикованные дела, которые они ведут, по Крымским или Татарам, или по Хизбута-Криир, разбиваются о логику и о принципиальности Дагира. И поэтому, естественно, его бросают в тюрьму только по одной причине, чтобы беспрепятственно проводить все свои процессы. Это связано с процессами дагестантских чиновников, ему формально инкриминируют в этом деле что-то. Ну, как адвокат, он, естественно, адвокату занимается разными делами, делами тех, кому мы симпатизируем, делами тех, кому мы, может быть, не симпатизируем и так далее, и так далее, и так далее. Я просто знаю, что по процессу дагестантских чиновников у них очень все не очень хорошо. У тех, кто эти, как бы, дела фабрикуют и ведет. Доказательная база, как говорится, слабенькая. И, конечно, выгод из дела такого сильного адвоката Хасавов это для них, как говорится, возможность довести дело до конца и сохранить лицо. То есть, опять-таки, мы имеем сделать с очевидным нарушением дела с очевидным нарушением закона со стороны следственных органов и теми, кто инициировал это дело. Это Федеральная служба безопасности, безусловно. И попытка, как говорится, просто вылезти, пролезть лещей. Поэтому, да, наменяет репрессии. Простите, я все-таки добавлю. Здесь нет Коренакова, она, видимо, опоздала или доехала на нас, поэтому я за нее, да. А сейчас буду говорить. Дело в том, что адвокатура это одна из тех структур, вернее, тех сообществ, которые еще могут противостоять в каких-то местах беспределу. И поэтому в самых разных местах, в самых разных делах, на самых разных территориях мы видим усиливающуюся борьбу с адвокатами. Это и нападения, и уголовные дела, это масса всяких способов против обыски, например, с нарушением адвокатской тайны, и еще многое-многое другое. К сожалению, мы живем в том мире, в котором отделить напали на этого адвоката по этому делу или по соседнему, мы не знаем, они, к сожалению, не представляются. Не то, чтобы они приходили, прежде чем дать морду, простите, представлялись и говорили, а я тебе вот за то делаю. Нет, сиди и сам об этом, и за что. и, к сожалению, это то, с чем мы сталкиваемся постоянно, и отделять, и говорить, у каждого адвоката в производстве некоторое количество дел, а еще за некоторые он может получить весть, то есть те, которые уже были. И поэтому сиди и теперь гадай на рулетке, за какое конкретно дело ты получил по голове, ну, по-моему, довольно бесполезно. Другое дело, что совершенно очевидно, что нам прокуратуру действительно, ой, нам прокуратура, как-нибудь прокуратура, на адвокатуру сейчас действительно серьезный наезд и попытки разрушить ее и как систему, и остановить отдельных смелых адвокатов в частности. Два суббота. Добавлю я это все немножко. Вне сомнения, давление на адвокатов нарастает, и это происходит в разных делах, хоть не только свято на преследовании мусульмана, даже в первую очередь, не только, хотя вот на северном Кавказе это массовый характер естественно имеет. Именно по таким делам. Другое дело, что все-таки я тут не соглашусь, вы все были на судах своих родных, видели эти суды, которые штампуют абсолютно все, что говорит следствие. Что бы ни сказал адвокат, хороший он, плохой, по таким конвейерным делам, к сожалению, не играет никакой роль. Они просто это игнорируют. В этом смысле именно в связи с делом сделан Федбурда Хрив, который абсолютно уже поликалу судами реализуются, трудно представить, что какой-то смысл был имел поводить адвоката. Тут нет никакой неопределенности. Увы. Я хотел бы уточнить. Здесь... Да, на уровне суда практически ничего нельзя уже сделать. А вот на уровне следствия, следствие, простите за тавтологию, потому что следователи современные, особенно молодое поколение тех активистов имеют крайне низкую квалификацию юридическую, адвокаты являются серьезной угрозой для их сляпанных обвинительных заключений. Поэтому они именно оказывают давление не в судебной уже как бы состязательной процедуре, а на уровне следствия. Здесь для них самое важное запугать адвоката. И в публичной плоскости. Потому что то, что говорит Максим Леонардович абсолютная правда, абсолютно истинная. Адвокат сильный как Кагир Хасал является претенцией для таких вот можно сказать интересных дел по чиновникам Дагестана. Моисей все хорошо понимает, что коррупция она не начинается с дарестатки и ружек. Коррупция в другом месте. Что касается вот я вступил и имел честь вступить в дело в защиту Хасалова Дагира Хасалова. Меня сегодня нет, обрали подписку о неразграшении. Выдали документы на Кагуруска подбол сегодня в Следующем комитете. Да, безусловно арест, задержание Дагира Хасалова я связываю с профессиональной деятельностью. Безусловно, это абсолютно правда. Адвокаты впереди войны, впереди на поле боя адвокаты впереди, такие как Хасалов. Безусловно, и сегодня на днях мы видели как Дагира Хасалова водили под градусом 90-х как идут особо опасных преступников, которые осуждены пожить в решении свободы. Это унижение адвокатского сообщества, унижение правозащитного движения, уважение всех свободномыслящих людей в России. Это демонстрация, я бы сказал, агония властей, которые пытаются таким образом показать всему, что может быть любым человеком, который пытается защитить закон, отстаять закон. Что касается утверждений нашего уважаемого Максима Леонидовича по поводу мусульман, да, безусловно, мусульмане больше всего страдают, но я бы хотел сказать, что сегодня судебная система наша российская, она в отношении всех, кто попал в жильного мусульмана вот эта карательная судебно-исследовательная машина, она перемалывает всех подряд, без разгона мусульмане это или немусульмане, это абсолютно правда. И, естественно, вот такие дела, когда организация Хинбута Хриш на основании галфону утверждения генерального прокурора, представитель генеральной прокуратуры признана верховым судом Киркс-Хиткой, без права на то, как Леванюстер рассказал, давно пора по крайней мере обжаловать это решение суда верховного, в основе которого жизнь судьбы многих десятков, а то есть сотен людей, сотен людей, которые попали в жильного вот этой порочной судебного порочного судебного решения верховного суда. Что касается нападений на город Нальчик, там, как Максим сказал, там не дают людям которые отбыли наказанием Бегидова Альбер Викторовича, он абсолютно, вы понимаете, ему не дают выйти из тюрьмы. Не дают из тюрьмы выйти. Выйти не дают. Некто убивает в холодильнике. Давай не дают, потому что они расскажут о тех диких пытках, которые не подвергались в шестом отделе, которым руководил покойный уже Кяров. Как Максим сказал, я абсолютно поддерживаю позицию, когда власть безразлична судьба людей, судьба правосудия России, эту ситуацию надо брать в свои руки в рамках правого поля России. Вот учтивного дела власть дал удаление. Побел Ивана Голодого. Вась испугалась уволит полгенерала. Но надо нам просто оставить солидарность. И корпоративная наша адвокатская солидарность. Нам нужно быть вместе в едином в отстаивании добра. Все, спасибо. Добрый день. Спасибо, что пригласил сюда мой старший Илья Ахмедович Письки Андарова. И я рад, что сегодня услышал тут очень интересные для себя как юрист вещи. Я Даша Сулейман Шабан Англэм социально ответственный юрист. Я хочу спросить, вот мы тут решаем глобальные вопросы связанные с межнациональными международными отношениями и хотим подключить сюда наших уважаемых журналистов. А вот собравшиеся люди сами они самоорганизовались или что это предстоит этот этап? Этот этап? Нет, ну существует так называемая родительская солидарность это объединение в сети которое объединило родственников многих дел да сколько у вас сейчас родительской солидарности? У нас родительская солидарность есть то есть то есть вот этой организации обращались какие инстанции? Нет у нас просто объединение и все больше ничего не я мама рахмана бакулата эфирская девушка вот из этого процесса который у нас в городе есть такой айрат дельмухаметов когда два сапки приговор зачитали он самый первый откликнулся на это дело он самый первый был жил в ютубе ролик такой за счет хтшников раз прошло это а потом буквально после нашей после нашего приговора уже он вот это эхо Москвы Уфа он там как раз тоже прихватил эту тему и через несколько дней буквально его за статью оправдание террористов оправдание терроризма да и он он сейчас сидит за эту статью вы свяжитесь или сомна как у него есть адвокат я не знаю у него скорее я слежу он этот самый такой да мы с ним встречались мы разговаривали с ним вообще обращались вот как раз в тот день когда я с ним встречалась я к вам обратилась с тех пор его оброчили внимание его арестовали и вот он до сих пор сидит да он он просто баллотировался как бы президент который прошел на подвижение да вот башкирский как бы лидер был сейчас за оправдание терроризма еще одна статья у него есть он кандидат Я не могу сказать ничего. Бассейн дерутся đi и в том же садах, повasu saudades и в том же садах. Знаете что, мы говорим «Намаз何». Исламский китап называю он, что сад�� и садом мы говорим. Я думаю, что почему все, я говорю, что я думаю, что это visa. Я думаю, что этот мастер сам был и эмоциональный. У меня тоже он говорил. И у меня тоже намазы. Я не знаю, что вы не знаете, что вы не знаете. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok